Шесть кандидатов в депутаты Архангельского областного собрания зарегистрированы в Ненецком округе. Некоторые из них уже сейчас активно ведут агитационную кампанию, проводят встречи с населением, коллективами организаций и предприятий. Другие осуществляют подготовку, печатают программы и листовки. Некоторые кандидаты широко известны жителям округа, с другими же люди только начинают знакомиться. Наша съемочная группа попыталась выяснить, что это за люди и чего они хотят добиться в случае своего избрания в депутаты. Они сразятся за единственное кресло в Архангельском собрании. За каждым из кандидатов стоит либо серьезная политическая партия, либо сотни людей. Матвеевичу право представлять не надо. Известный своими общественными инициативами, теперь он встречается с людьми по другой причине. Рассказывает, что будет делать, если станет депутатом. Наши принципиальные позиции в этом отношении полномочия должны выполняться там, где живет население. На сегодняшний день в Архангельской области остался основной такой большой социальный блок. Это то, что связано с помощью незащищенным своим населением в первую очередь. Это надбавки пенсионерам 2604 рубля, которые индексировались уже на протяжении большого количества лет. Округ индексировать их не может, хотя и желание, и деньги вроде бы есть. Идея забрать полномочия из Архангельской области в округ – главное практически у всех кандидатов. Так, Николай Миловский даже не скрывает, что это мощный общественный инструмент, который может помочь одержать победу на выборах. Ведь вопрос самостоятельности региона волнует практически каждого жителя округа. Я думаю, самая главная здесь потребность людей округа, и меня в том числе, как человека, живущего в округе, и семья которого здесь тоже и дети растут, это в том, чтобы вот эта вся переброска полномочий и весь этот клубок проблем наконец-то развязался. Потому что пока это все продолжается, страдаем мы, простые люди. Про полномочия говорит и независимый кандидат Анжелика Макаренко. Только у нее оказалась совсем неожиданная идея. Она не предлагает забрать социальный блок. Ее заботит вопрос стоимости продуктов. Анжелика считает, что идеальное время было еще при Советском Союзе, когда цены были фиксированными. Чтобы сделать это сейчас, тоже нужно забрать полномочию Архангельска, только по сельскому хозяйству. В Ниньскому автономному округу, чтобы мы могли из своего бюджета датировать цены на мясо и масло. И таким образом мы снизим цены на эти продукты, и тогда они будут более доступны и пенсионерам, и молодым семьям, и многодетным семьям, и инвалидам. То есть всем категориям, у которых нет возможности покупать дорогие продукты. Идея интересная, только вот возникает вопрос, захотят ли работать себе в убыток коммерсанты. В любом случае, пока кандидаты только готовят свои окончательные программы, и лишь один из них победит на выборах 8 сентября. Спасибо, пошли. Денис Суховаров, Вадим Стасюк и Вадим Носкин. Телеканал «Север».